Белорусские олимпийцы возвращаются на родину. Только что борт номер один приземлился в национальном аэропорту Минск. Олимпиада в Сочи стала для Беларуси лучшей за всю суверенную историю. Шесть наград, пять золотых и одна бронзовая. Таким образом, Беларусь заняла восьмое общекомандное место на 22-х Олимпийских играх в Сочи. И сейчас на связи со студией наш корреспондент Сергей Гусаченко. Он в числе других встречает олимпийцев. Сергей, еще раз добрый день. Вам слово. Еще раз добрый день, Татьяна. Буквально несколько минут назад здесь, в национальном аэропорту Минск, совершил посадку самолет с олимпийцами. Напомню, наша команда вернулась на белорусскую землю специальным рейсом. Накануне глава государства приняла решение отправить в Сочи за нашими спортсменами президентский борт. Так что впервые в суверенной истории Беларуси олимпийцев на родину сопровождали на столь высоком уровне. Сейчас я попрошу режиссеров показать кадры торжественной встречи наших спортсменов. Вот мы видим, что самолет уже приземлился, он уже прибыл к правительственному корпусу. Вот мы видим, что его встречает рота почетного караула. События, конечно, более чем знаковые, более чем весомые. Эти несколько февральских недель подарили нам незабываемые впечатления и лучшее выступление в истории национального олимпийского движения. О Беларуси и белорусских спортсменах без преувеличения узнали во всем мире. Первые полосы ведущих спортивных, да не только изданий, пестрели громкими заголовками и фотографиями наших олимпийцев. Журналисты задавались часто вопросом, как нашей стране удалось совершить такой прорыв в зимних видах спорта. Ведь всего четыре года назад Беларусь завоевала первое олимпийское золото в Ванкувере. Это удалось Алексею Гришину, а сочинские старты приумножили золотую копилку сразу в пять раз. Ну вот мы видим, что трап уже подали к самолету. С минуты на минуту мы ждем появления наших олимпийцев. Стоит отметить, что в медальном зачете наша страна оказалась в первой десятке среди почти сотни стран, которые принимали участие в олимпийских играх. Это, конечно, несомненный успех и несомненный рекорд и очевидный успех в целом спортивной отрасли, которую на протяжении многих лет активно и серьезно поддерживает государство, не жалея финансовых средств. Ну и, конечно, это результаты кропотливой работы и самих олимпийцев, результаты многочасовых тренировок и сборов. И все мы знаем, что все это весьма непросто. Тем более, что конкуренция в мировом спорте с каждым годом лишь возрастает. Это показали и сочинские старты, борьба практически в каждых дисциплинах была сверхнапряженной. И отрадно, что на этом фоне наша страна не просто идет в ногу со временем, но и оставляет позади лучших олимпийцев планеты. Стоит отметить, что Беларусь встречает героев Белых Игр почти в весенней погодой. В Минске, конечно, не столь солнечно, как в Сочи. Работа окутал небольшой туман. Но, в общем, все равно...